МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем опасны энергетики, которые планируют запретить продавать несовершеннолетним, совсем скоро расскажут бийские медики. Волшебство, магия, чудо. В районе нефтебазы Бийска дали воду после того, как проблемой заинтересовался следком и прокуратура. С этого и начнем выпуск. Итак, мы начинаем. Исключительное чудо. Именно так жители поселка нефтебаза отнеслись к холодной воде в своих кранах. После того, как в эфире нашего телеканала вышел материал о перебоях водоснабжений целого района города, делом практически одновременно заинтересовались и в Следственном комитете, и в прокуратуре. Вчера в эфире информационной программы «Будни» мы рассказали о проблеме жителей отдаленного района города. Холодная вода в домах отсутствует совсем или бежит тонкой струйкой. Вчера же правоохранители анонсировали проверку поставщика услуги МУП «ВД-канал» и действий сотрудников бийской мэрии. А также озвучили возможное возбуждение дела по нескольким уголовным статьям. Удивлению жителей нефтебазы не было предела, когда после огласки в СМИ из крана с хорошим напором побежала холодная вода. К сожалению, не у всех. Часть жителей нефтебазы по-прежнему остается без воды. Бийчане находятся в полнейшем недоумении и задаются вопросом, как так быстро удалось наладить водоснабжение, почему не во всем поселке появилась вода и почему нельзя было сделать что-то раньше. И главный вопрос, не исчезнет ли вода снова после завершения прокурорской проверки. Вот какой у нас сегодня праздник. Вода есть. И к другим темам. Ни одного вопроса от жителей Наукограда второго по величине города в регионе не прозвучало в прямом эфире с губернатором Виктором Томенко. А между тем, бийчане проявляли активность и спрашивали в социальных сетях о строительстве 31-й школы, проблемах с транспортом и водоснабжением. Впервые глава региона ответил на волнующие вопросы жителей региона в социальных сетях. Эфир длился около двух часов, поступило больше 1600 обращений. Виктор Томенко рассказал о ремонте дорог, строительстве школ в Барнауле и Камни-на-Аби, помощи семьям военнослужащих, здравоохранении, газификации Рубцовска и Аи, о проблемах с водоснабжением в селе Первомайском. Всего в эфире прозвучало 17 вопросов. На все остальные глава региона пообещал оперативно отреагировать. Там, где есть быстрые решения, возможности отреагировать, мы сами заинтересованы в том, чтобы они снимались. Там, где вопросы носят характер такой системный, их сегодня тоже немало прозвучало. Дорогой, требующий поиска источников финансирования, мы, по крайней мере, должны высказать вопрос о том, что мы считаем это нужным или ненужным, или второстепенным, или каким-то еще. И наши действия по разрешению ситуации, поиску финансирования, формирование проектов, вхождение куда-нибудь на федеральный уровень. Грайдирование частного сектора, локальный ремонт дорог по Костровы. Эти работы в Бийске ведутся на постоянной основе. Помимо этого, для снижения нагрузки на улицу Васильева, где ведется ремонт, специалисты проводят отсыпку улиц, которые сейчас используются водителями, как дополнительные проезды. Подробнее о ходе работы в следующем сюжете. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт ведется на одной из главных улиц города – улицы Васильева. Кроме того, в этой части Бийска развернулись масштабные работы по замене участка теплосети. В связи с этим увеличилась нагрузка на соседние улицы. «Мы работаем по план-заданиям от ЖКХ. В ЖКХ поступают жалобы, претензии, все пожелания. А мы уже выполняем их. На данный момент делаем объездную дорогу, чтобы людям можно было спокойнее ездить. Насыпаем ПГСом, выравниваем, разгружаем улицу Васильева. Они порядка 150 тонн высыпали в две ямки. Работает грейдер. Одну улицу Чайковска уже прогрейдировали». Кроме грейдирования на улицах продолжается локальный ямочный ремонт. На эти цели из городского бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Также дорожники занимаются покосом травы вдоль дорог, между тротуарами, уборкой смета, ручным и механизированным способом. «Администрация работает. Мы видим проблемы с дорогами. Знаем каждую яму в городе, принимаем усилия по максимуму. Но возникают тоже сложности. Сложность заключается в том, что не хватает специалистов, рабочих рук. Рабочие специальности уходят, происходит отток и отток рабочих не только в наших дорожных службах, а также в управляющих компаниях, на предприятиях города, у перевозчиков тоже это острая проблема». Для решения этой проблемы администрация города совместно с Центром занятости населения ведет мониторинг кадровой ситуации, сложившейся в городе, и приглашает на работу на предприятия, занимающиеся благоустройством Бийска, а также в другие городские сферы. Дарья Федоркина, Илья Питков. Будни. В Бийске возникли трудности и в сфере пассажироперевозок. Причиной тому стал кадровый дефицит. Водителей нет, автобусы стоят в гаражах. В этой связи была приостановлена работа муниципальных маршрутов номер 10, 47, 44, 55. Сегодня в мэрии провели совещание, где перевозчики совместно с представителями власти обсудили главные проблемы. Кадровый голод в этом году сковывает движение пассажирского транспорта в Бийске. У одного из крупных автоперевозчиков на данный момент в штате не хватает 23 водителей. В связи с этим не вышли на маршруты транспортные средства муниципальных маршрутов номер 10 и номер 47. Эти маршруты обслуживались за счет прибыльного маршрута. Прибыльный маршрут, который несет постоянную прибыль, это маршрут 46. Из 21 автобуса на этот маршрут стало выходить 7. Представляете? Из 20 автобусов стало выходить 7. То есть 13 автобусов не уходит. То есть автобусы стоят, стоят никому не нужны. Целый гараж забитый. Сегодня на совещании в администрации города было принято решение о том, что с завтрашнего дня движение автобусов по маршрутам 10 и 44 возобновится. Через месяц на прежнее расписание перейдет и автобус 47. По маршруту номер 47 с 1 сентября гарантированно возобновится движение этого маршрута. Возможно, будет и раньше. Еще раз повторюсь, самая острая проблема у нас – кадровый дефицит водителей. Поэтому возникла такая ситуация. Как отмечают автоперевозчики, на сегодняшний день заработная плата водителей автобусов составляет порядка 80 тысяч рублей. Конечно же, мы сегодня всех приглашаем на работу. Безусловно, у кого есть категория, приходите. Будем договариваться, будем трудоустраивать. Тем более у нас периодически повышение заработной платы идет. Вот с 1 августа, вот это вот, с сегодняшнего дня у нас опять повышение заработной платы. Ни много, ни мало, но те же там, допустим, в день у него получится плюс 300-500 рублей. А по итогу месяца тоже, соответственно, другие цифры будут. Поэтому есть перспектива для молодого человека. Есть. А теперь немного рекламы. Не переключайтесь. На нашей улице опять праздник. Пассивный доход на благо каждой семьи. Теперь знаю сама. Узнай и ты. АЭС Финанс. Узнал, передай другу. Сбережения до 20% годовых. Семинары, тренинги, совещания, презентации или мастер-классы Бийская медиагруппа предоставляет современный зал для проведения деловых мероприятий. Вместимость до 40 человек. Профессиональное оборудование. Зона для кофебрейка. Подробности по телефону 313115. Много слухов, а нужны факты? Следите за новостями на сайте Бийского рабочего. Полная картина каждого дня. Эксклюзивные и оперативные материалы. Bework.ru Новости в режиме онлайн. Бийское телевидение. Здравствуйте. Новости в режиме онлайн. В эфире «Будня» мы продолжаем. Бийчанина задержали в рамках уголовного дела о оправдании терроризма. Как сообщили ФСБ, фигурантом стал 34-летний житель Наукограда. Как пояснили правоохранители, мужчина в социальной сети ВКонтакте разместил комментарии, в которых выразил одобрение террористической атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на социальные объекты Москвы. Продавать энергетики детям запрещено. Депутаты Государственной Думы приняли соответствующий законопроект. Если его одобрит Совет Федерации и президент, уже с 1 марта 2025 года в любых торговых точках дети не смогут приобрести как энергетики, так и любые другие тонизирующие напитки. Пока законопроект одобрен депутатами Госдумы во втором и третьем чтениях. По новым правилам контролировать продажу будут сами продавцы. Продавать энергетические напитки они, по идее, должны лишь после проверки возраста покупателя. Например, предъявление паспорта. Добавим, что о вреде тонизирующих напитков говорят давно. Претензии в основном вызывает состав напитков, в который входит кофеин синтетического происхождения. Подобные стимуляторы, по мнению медиков, опасны, особенно для молодого организма. Если снижает его дозировку, то сталкиваются симптомы ломки или актиненции. Чем наиболее опасно это для подростков, тем, что их система, как сердечно-сосудистая, так и нервная система, еще не является полностью сформированной. Соответственно, и привыкание формируется быстрее, и синдром отмены проявляется сильнее, чем у взрослого организма. Туристический маршрут по местам силы не планируют отменять. Вопреки сообщениям некоторых СМИ, поезд отправится в рейс, как только эксперты проведут анализ первого тура и доработают экскурсионный блок. Напомним, железнодорожный маршрут «Новосибирск-Биск-Шерегеш-Новосибирск» запустили в середине июля. В первое путешествие пожелали отправиться 129 человек. Туристам предлагают несколько вариантов экскурсий, в том числе тур по Белокурихе и поездку в Горный Артай. А также отдыхающие могут отправиться в пресс-тур по Наукограду. Новый проект в Биске приветствовали открыто и даже оборудовали новую фотозону для приезжающих. На железнодорожном вокзале установили памятник первому пассажиру. Бронзовую скульптуру специально привезли из Рубцовска. Уже в августе ее планируют вернуть обратно. Красота внутри и снаружи. Соседки-пенсионерки благоустраивают свой двор и подъезд в доме. За несколько лет необжитый уголок новостройки стал уютным. Полисадники утопают в цветах, а яркие краски радуют глаз на протяжении нескольких месяцев. Первоцветы распускаются уже в апреле, а последнюю бутоны уходят под снег. С угла дома, начиная, и до половины – это все мой подъезд. Я как взялась за это дело, как приехали сюда, с 19-го года нам землю привезли на эти камни. Вера Ивановна с большой нежностью рассказывает о своем труде. В полисаднике на клумбах сотни цветов, десятки видов – от простых многолетних астр, мальф, флоксов, гортензий до капризных бордовых кан, которые хозяйка считает своим эксклюзивом, ведь растения именно такого цвета нигде в городе не видела. Богатое разноцветие, если приглядеться, расположено симметрично. Пенсионерка в когда-то пустом уголке между новостройками, можно сказать, задала тренд. И теперь двор домов по Приморской 3 и 5 утопает в цветах. Возле каждого подъезда, даже на балконах, жители стараются организовать красоту. Меняются корнями с друг другом, пропалывают, поливают. Растения отвечают соседкам благодарностью, дружно и пышно цветут. Бывают и сюрпризы. Помидоры, посмотрите, какая. Никто не садил, никто откуда взялась. Выросли, вот уже помидорки скоро буду рвать. Сюрприз ожидает и тех, кто зайдет в подъезд в доме Веры Кандауровой. У женщины, которая много лет проработала на бийской оборонке, а затем бухгалтером, обострено чувство прекрасного. Однажды ей надоело смотреть на скучные стены, и она их расписала. Ребятишки долбали дверью и пробили вот эти дырки. Ну, думаю, ну, что делать-то? А там же пустота очигенная, вот смотрите. Вот. Ну, думаю, сделаю допло. А еще вместо светильника яркое солнышко. Дизайнерские находки, встроенные в коммунальную среду. Мария Мезенцева живет на несколько этажей выше. Рисунки ей так понравились, что она попросила продолжить работу. Теперь пейзажи и изображения растений, скопированные из ботанических книг, можно разглядывать, поднимаясь с первого этажа на пятый. Евгения Ижутова, Андрей Сегаев. Будни. Пришло время рассказать о погоде. 2 августа в Бийске будет ясно. Ветер восточного направления слабый. Атмосферное давление низкое. Влажность воздуха утром будет высокой. Возможно, небольшие возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем жарко. Плюс 29, плюс 31. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за новостями нашего города. А также сообщайте о том, что вас волнует. Телефон редакции 313-507. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова